В эфире информационного канала Севастополя новости в студии Арсений Ковалевский. Смотрите в этом выпуске. Наладить авиасообщение. Гражданский сектор аэропорта Бельбек обещают спроектировать к 2017 году. Митинги и панихиды по всей стране. В России вспоминают героев войны в Афганистане. Сретение Господне. Церковь отмечает один из 12 главных православных праздников. С корабельной стороны в Камыши на троллейбусе. По просьбе жителей Севэлектроавтотранс вновь запустил маршрут номер 4. Информацию озвучили утром на заседании оперативного штаба ликвидации последствий ЧАЭС. Всего на городских линиях в понедельник работает 35 троллейбусов, сообщает Управление транспортной инфраструктуры. С 19 февраля, это уже ближайшая пятница, в Севастополе стартуют продажи сим-карт местного мобильного оператора связи. В настоящее время готово 100 тысяч номеров. Этого хватит на первое время. Печать последующих займет одну неделю. Кроме того, губернатор Севастополя призвал не только еженедельно контролировать цены в сетевых магазинах и аптеках, но и обнародовать данные и также следить за тем, чтобы перечень жизненно важных лекарств был в наличии и доступен горожанам. Потепление, пришедшее на этой неделе в Севастополь для коммунальных служб, означает мобилизацию всех подразделений. С учетом того, что устанавливаются погодные условия, аббревизование после холодов дорог, зданий, сооружений, теплоцентрали и после аббревизования или в процессе аббревизования реакция на выявленные недостатки. Ямочный ремонт, понятно, да, текущий ремонт дорог, капитальный ремонт дорог, то же самое, что я говорил уже по многоквартирным домам и по инженерным сетям. Гражданский сектор аэропорта Бельбек будет проектировать Санкт-Петербургский научно-исследовательский институт. Нормативный срок – два года. Процедура пройдет в три этапа, вплоть до 2017 года. В Севастополе завершились конкурсы на проектирование гражданского сектора аэропорта Бельбек. Об этом в понедельник на аппаратном совещании заявил директор предприятия Вадим Базыкин. Главным итогом работы прошлого года стало подписание соглашения между городом и Министерством обороны о совместном базировании гражданского и военного секторов. Для запуска аэропорта в ближайшее время в течение 4-6 месяцев необходимо провести сертификацию аэродрома, внести аэродром Бельбек в реестр гражданских аэродромов, провести работы по строительству объектов аэропортовой инфраструктуры, обеспечить технологическим информационным оборудованием аэровокзальный комплекс, провести благоустройство и автоматизацию при вокзальной площади, провести строительство административных зданий, осуществить проектирование и строительство топливозаправочного комплекса, приобрести аэропортовую спецтехнику, обучить и аттестовать персонал. Все это можно сделать в течение 4-6 месяцев после начала финансирования. Налаживать авиасообщения в Севастополе будут в рамках государственно-частного партнерства. Дополнением федеральной целевой программы станет привлечение инвестиционных средств. До момента сертификацию площадку также будут задействовать подчартерные рейсы. Для того, чтобы запустить гражданский сектор, нам сегодня, возможно, если мы решим вопрос со старым зданием аэровокзала, приведем его за счет инвестора в порядок, там пропускная способность, если мне память не изменяет, 50 человек в час, да? Да. Для того, для запуска рейсового сообщения этого пока достаточно. Для того, чтобы пока мы будем строить новое здание аэровокзала, новый перрон там и так далее. Вот давайте по этому направлению, по этому пути и пойдем, с учетом того, что мы уже начали проектирование. Дорожную карту или план мероприятий, который необходимо выполнить. И что для этого надо? Искоренение коррупции и коммерческого подкупа, а также построение прозрачной системы взаимоотношений. Такие задачи стояли полтора года назад перед администрацией рынков. Сегодня государственное унитарное предприятие отчиталось по результатам работы в 2015 году. Сколько денег удалось вывезти из тени? Подробности в материале наших корреспондентов. Севастопольские рынки выводят из тени. Первые цифры – 21 миллион рублей чистой прибыли, 149 миллионов выручки и все это по итогам года. Отчисления в городскую казну выросли в два раза после того, как под единое управление перевели комплексы Центрального, Юмашевского, Птичьего и рынков пятого километра. После этого деньги за аренду стали идти, что называется, не мимо кассы, а в казну, отмечает директор предприятия. Добавляя от хищения средств, удалось уйти, заключив с предпринимателями контракты. Отражали суммарный среднемесячный доход со всех рынков в размере 6,5 миллионов рублей. Государственное унитарное предприятие, управляющая компания, без изменения тарифов, я акцентирую ваше внимание, добилось получения среднемесячного дохода в 2015 году в размере 12,4 миллиона рублей. То есть на 5,9 миллиона рублей, а фактически на 90% больше, чем ранее действующие коммунальные предприятия. За прозрачность и эффективность управления коммунальным рынком в правительстве ставят плюс. За беспорядок на торговых точках – жирный минус. Про состояние рынков этого хозяйства, я про пятый километр сейчас. Скажите, есть ли какие-то планы на ближайшее будущее наводить там порядок? Сегодняшнее состояние наших рынков, ну, мне так и хочется сказать, это позор нашего городка. Но сегодня, в соответствии с 271 федеральным законом, до 1 января 2020 года все рынки города Севастополя должны быть капитальными. Мы планируем провести конкурс проектов, конкурс архитектурных предложений, архитектурных решений. То есть все материалы конкурса будут опубликованы, они будут в открытом доступе, они пройдут общественное обсуждение. И только тогда мы выйдем на какое-то решение, и это решение будет представлено в правительстве города Севастополя. Задачи на 2016 год обозначает губернатор Севастополя. Сергей Миняйло призвал руководство предприятия произвести реконструкцию и модернизацию рынков, следить за чистотой, безопасностью и прозрачностью экономики. В этом году то, что мы с вами говорили, у вас проектирование, да, те предложения, которые вы докладывали, вот они согласованы и утверждены мной. Дальше приведение в порядок самих рынков до того, как мы построим крытые рынки, там, где мы их определили предварительно. Соблюдение всех норм безопасности, в том числе пожарной безопасности. Ну и самое главное, это прозрачная экономика на рынках. Анастасия Шульга, Анна Малышко, Андрей Тымчук, информационный канал Севастополя. Стоимость электроэнергии в первом полугодии в Севастополе повышаться не будет. Доведение сумм в платежках к экономически обоснованным сдвинуто на второе полугодие 2016-го. Об этом сообщают в управлении по тарифам. В понедельник в Доме правительства заслужили итоги работы ведомства. В этом году электроэнергия больше не будет закупаться у сопредельного государства, так что федеральная субсидия отменяется. В целом же приобретение электричества из Единой энергосистемы России обойдется в два раза дешевле, чем стоимость украинская, отметил Дмитрий Шамрей. Тарифы на электроэнергию в Южном федеральном округе в среднем выше наших тарифов в три раза. С Крымом у нас тарифы совпадают. Единственное, Крым произошел один перерасчет. Они вторую группу потребителей. Если у нас тарифы устанавливаются для группы потребителей от 150 до 800 кВт в час, то они снизили этот порог от 150 до 600 кВт в час. Сделано это для того, чтобы вписаться в предельный тариф. Поэтому вопросу отдельно потом доложите, как там сохранить или есть ли возможность сохранить эти условия. Завтра в некоторых районах города не будет газа. Об этом сообщает администрация Севастополь-Газа. От подачи голубого топлива будут отключены часть домов по улицам Кирова, Куприна, Калича, Назукина и Историческая. В этих районах газа не будет ориентировочно с 9 часов утра. Восстанавливать его подачу начнут в первой половине дня. 27-ю годовщину вывода советских войск из Афганистана отметили в России. В Севастополе в честь памятной даты провели митинг и панихиду. Традиционно в этот день ветераны боевых действий чествуют друг друга, навещают семьи погибших товарищей и вспоминают былое. Репортаж Александра Тимофеева. Владимир Иванович каждый год 15 февраля встает не позже 4 часов утра. Впереди у него очень непростой день. День, когда вспоминают окончание Афганской войны. Ныне известный ученый-неюрохирург в Афганистане в конце 80-х был в составе роты медицинского усиления. Спрашивают меня часто, страшно было. Если кто-то скажет, что на войне не страшно, никогда не верьте. А опасности нас подстерегали на каждом шагу. В 88-м году меня Министерство здравоохранения СССР направило в Афганистан. Не в советский госпиталь, а в госпиталь Министерства обороны Республики Афганистан. В 1979 году по просьбе руководства Афганистана советские войска были переброшены на территорию республики согласно договору о дружбе и добрососедству. Военный конфликт растянулся на долгие 9 лет. За эти годы погибло более 15 тысяч советских ребят. Вопрос, стоило ли оно того, до сих пор мучает участников афганской войны. Я считаю, что правильно сделали, что вошли. Может, еще было более гуманно проводили себя, гуманно делали. Американцы совсем по-другому вели себя. История показала, что надо. Люди много сомневались, конечно, в этом. Были разные вещи. Но, учитывая настоящее время, действительно, мы убеждаемся в этом, что лезут, видите, вот эти ГИЛ, тот же самый, который сейчас лезет. А мы же то первые там были. И это все оттуда шло. Каждую годовщину вывода советских войск из Афганистана в Севастополе проводят панихиду в усыпальнице Владимирского собора. К вечному огню мемориалы героической обороны Севастополя возлагают цветы, а в сквере воинов-интернационалистов собираются на митинг. Это праздник. Почему? Потому что с этой даты закончилась гибель наших боевых друзей. Это, наверное, самое главное в этот день. Мы не можем забыть тех людей, тех наших товарищей, которые не вернулись с войны. Поэтому, конечно, это и с другой стороны, и немножко траурный день. В обширном списке погибших есть имена севастопольцев. Тогда домой не вернулось 15 ребят. Ежегодно ветераны посещают их семьи, а на митинге память всех погибших чтут минутой молчания. Все ветераны – это люди, которые прошли объявленные, не объявленные войны. Это достойные, надежные люди. Люди закаленные, люди с принципами. Люди, которые знают, что такое защищать свою родину. Даже в 2014 году, во время событий, одни из первых, кто и поднялись, и одни из первых, кто приехали с других территорий. Это были кто? Войны – афганцы. В последние годы государство стало больше заботиться о ветеранах, отмечая члены организации «Боевое братство». Награды находят своих героев. Многие участники боевых действий получили квартиры. А на проводимых школах в уроках мужества всегда рады ветеранам-афганцам. А это значит, что люди помнят героизм советского солдата, и его подвиг никогда не будет забыт. Александр Тимофеев, Михаил Волобуев, информационный канал «Севастополя». 15 февраля православные верующие отмечают Великое Сретение Господня. Это один из 12 главных праздников православной церкви. Он не переходящий. В этот день вспоминают события, описанные в Евангелии от Луки, встречу младенца Иисуса со старцем Симеоном в Иерусалимском храме на 40-й день после Рождества. На Руси праздник Сретения Господня был известен нашим предкам еще со времени принятия христианства. Дата символизирует встречу Ветхого Завета в лице старца Симеона и Нового Завета в лице родившегося Христа. Службы в этот день провели во всех храмах Севастополя. «Старец Симеону» Старцу Симеону было от Господа такое откровение, что этот старец не умрет до тех пор, пока он не увидит Господа. И вот когда пришла Царица Небесная, Мать Богородицы, наша Матушка Богородица, пришла с младенцем на 40-й день в храм, это по закону израильскому нужно было на 40-й день перенести младенца в храм. И вот она когда вошла с младенцем в храм, вот он увидел младенца, этот пророк, вот старец Симеон, вот он как раз предвозвестил, что это Господь пришел в этот храм, Царица Небесная принесла Господа. Без Бога не до порога, просто знаете как, очень сложно. Придешь вот сюда, как вот в рае, в раю вот находишься здесь. Это просто, ну как вот, очень сложно. То есть каждому человеку нужна не такая, не плотская радость, а радость сердечная. На этом у меня все, а эфир информационного канала Севастополя продолжается. Оставайтесь с нами. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова